Что здесь строится? Без комментариев, девушка. Почему? Вы можете представиться, мне сказали, что вы замглавы администрации? Просим сейчас вас прокомментировать, что это за парк. Вы уже сказали, что это парк Победы. Просто поподробнее расскажите, когда начались работы? Что здесь будет по итогу? Когда завершаться? Вы же знаете все эти цифры? Знаем, но, видимо, не скажем. Представитель администрации так и не представился и не рассказал, почему сквер Победы благоустраивают зимой в окружении сугробов. Как мы выяснили, сквер Победы реконструируют в рамках проекта формирование комфортной городской среды. За его преображение горожане проголосовали еще в прошлом году. Правда, лишь 3 сентября этого года подрядчик зашел на объект. Дедлайн 10 ноября проигнорирован. В октябре назначили новый срок, 30-е. Плюс подрядчику потребовалось дополнительное финансирование. С 20 миллионов до 22. Администрация контракт с недобросовестным подрядчиком в связи с низкими темпами выполнения работ расторгла. Правда, куратор проекта видит другую причину промедления самих жителей. Проект на сметную документацию, несмотря на то, что сделали вовремя, но у Рубцовского ушло очень длительное время на общественное обсуждение. У нас проект по Рубцовску был готов 29 апреля. Но только 25 июня смогли сдать в Центр ценообразования. То есть, соответственно, порядка двух месяцев проходили общественные обсуждения. Больше половины работ сделано. Срок сдачи – 25 декабря. А вероятность, что зима навредит строительству 1 к 10. По крайней мере, 90% вот этого работ по укладке плитки, значит, оно нисколько не должно, то есть у нас после прохождения осенне-зимнего сезона, то есть как бы демонтироваться. Ну, оставил себе вот небольшой, скажем так, процент отклонения. С учетом того, что у нас климатические-то условия особенные, значит, и зима бывает непредсказуемая. Гарантия от строителя – 4 года. Если и новый подрядчик не подкачает, к Новому году сквер будет с лавочками, велодорожками и деревьями. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.